Смирение – это нечто великое и божественное, а путь к нему – считать себя ниже всех. Что это значит – считать себя ниже всех? Не замечать чужих грехов, смотреть на свои грехи, постоянно молиться. Помни, все ангелы, а я грешник. Смирение – необходимая составная часть всякой добродетели. Без смирения не устоит ни одна добродетель, как бы ни оказалась она высокая и твердая. Смирение привлекает помощь Божию. Смиренный всегда готов все потерпеть, и внутреннее, и внешнее, считая себя достойным не только посылаемых скорбей, но и еще больших. Смиренного расстроить, смутить нельзя, он всегда готов ко всему. Праведник от слуха зла не убоится. Если же мы боимся, беспокоимся и смущаемся, еще только слыша о хотящих прийти на пастях, о грядущих бедствиях и зле, то этот страх наш изобличает нас в том, что мы далеко не праведники, а грешники, и потому должны смиряться. Участь всех, хотящих спастись, страдать. Поэтому аще страдаем, да радуемся, ибо содевается наше спасение. Прощение преподается тем только, кто считает себя виновным. Смирись пред Богом и людьми, и Господь тебя никогда не оставит. Скорби попускаются, чтобы обнаружилось, кто любит Бога действительно. Твердое терпение скорбей равночестно мученичеству. Необходимо всем приготовиться к скорбям. Без признания себя достойным скорбей за свое падение нельзя познать Спасителя. Избранный Богом человек познается потому, что ему постоянно посылаются скорби и печали. Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем. Сила страданий не в величине самих страданий, а в том, как человек переносит эти страдания. В скорбях и искушениях Господь помогает нам. Он не освобождает нас от них, а подает силу легко переносить, даже не замечать их. Цель попущения Господом преткновений заключается в приобретении человеком смирения и отвержении самонадеянности. Скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Придайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу.